Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд по системам диет в игре Isle of Rima. Ну а перед началом хотелось бы выразить огромное спасибо главному админу сервера Age of Dino, Алексашке, за предоставленную помощь в съемках данного гайда. Итак, для начала давайте вкратце рассмотрим, что такое система диет. Система диет это то, что даст вашему динозавру в игре лучшие жизненные функции, то есть они влияют на ваш рост, его скорость, стамину, восстановление ХП, лечение переломов костей, а также основное здоровье динозавра. Короче говоря, правильное питание вашего динозавра выдает вам хорошие бафы, а неправильное питание наоборот. Давайте для начала рассмотрим три новые иконки в игре. Справа внизу, где показывается ваш голод, стамина и жажда. Обратите внимание на то, что на этих иконках нанесены определенные символы. И также эти символы указаны в меню роста в системе диет. То есть, питаясь и находя определенный нутриент, ваши иконки будут ими заполняться. А теперь, слушай, смотри внимательно и запоминай. Хищники. Когда вы начинаете игру на любом виде этих динозавров, система диет начинает действовать на вас только, когда вы достигли роста стадии саб-адолта. Разберем стадию. На примере пахича. Стадии у хищников и травов одинаковые. На этом скрине я выделил маркером все четыре стадии. Хэч. До 25% джу. До 50% саб. До 75% адолт. От 70% до 100%. Да, вы можете есть что угодно до стадии 50%. И даже ваши нутриенты начнут заполняться. Но, внимание. В игре представлены некоторые динозавры-каннибалы, которые могут есть свой вид. Из них это только дейнозух и корнотавр. А значит, на остальных видах хищников лучше это не делать ни в одной стадии роста. Иначе у вас начнутся спазмы, и ваш динозавр станет время от времени самопроизвольно накусывать тиммейта, находящегося рядом. О каждом динозавре и его диете я расскажу вам дальше. Конечно, определиться с поиском еды можно с помощью маркеров на компасе. Желтые лучше не есть, а подсвеченные красные нутриенты по диете. Но, когда рядом ничего съестного нет, можно немного и перекусить. Особенно на хэче или джуве. Чтобы дебафов вам не выдавало. При большом росте вы не умрете от голода. Травоядные. У травоядных динозавров все сложнее. Диеты у них начинаются с роста хэч, а значит, вам придется искать с начала игры нужные нутриенты. Сколько нужно заполнить нутриентов для хорошего роста и прочее? Давайте расскажу. Один нутриент не выдает вам дебафы, шкала держится на нуле. Два нутриента заполняют скорость роста ночного видения, стамину, хил, перелом костей на 50%. Три нутриента восстанавливают все ваши нутриенты ровно на 150%. Теперь давайте я вам расскажу, какие нутриенты нужно искать вашим динозаврам и покажу их для каждого имеющегося на данный момент в игре. Итак, первое. Дриозавр. Травоядные. Variegated Orange. Agava. Sanchic Roads. Пестрый апельсин, который вы можете найти в джунглях. Agava, которую можно найти на засушливых биомах, равнинах. И корни подсолнечника, также на равнинах. Гипсилофодон. Манга, шантырель-машрум, редиш-рут. Манга, которая находится в джунглях. Грибы шантырель. В джунглях и рядом с красными деревьями. И редис, который находится на всех наземных биомах. Пахи-целлофазавр. Hornet Melon. Agava Cacount. Рогатая дыня, которую можно найти на засушливых равнинах. Agava, засушливые равнины. И кокосы, которые находятся на побережьях, либо на равнинах. Стегозавр. Marigold, сумак, пампкин. Святые ноготки, которые находятся в джунглях и на равнинах. Сумах, засушливые равнины. И тыква, которую можно найти на всех наземных биомах. Тенантазавр. Mountain ash. Wild potato root. Radish root. Рябина, которая процветает на болотах. Дикий картофель. На берегах реки. И редис на всех наземных биомах. А теперь пройдемся по хищникам и их системе диет. И двух из них я выделю как каннибалов. Итак. Karna. Корнотавр. Каннибал. Система диет из семи нутриентов. Пахицилфазавр. Тенантазавр. Ютораптор. Карнотавр. Козлики. Дриозавры. И олени. Дайнозухи. Каннибалы. Система нутриентов 9. Тенантазавры. Пахицилфазавры. Птеранодоны. Стегозавры. Карнотавры. Юторапторы. Теназухи. Элитная рыба. Морские черепахи. Птеранодон. Не каннибал. Система семь нутриентов. Рыба. Крабы. Кролики. Лягушки. Морские черепахи. Гипсилофадоны. Элитная рыба. Ютораптор. Не каннибалы. Система 9 нутриентов. Дикие кабаны. Тенантазавры. Пахицилфазавры. Карнотавры. Стегозавры. Куры. Гипсилофадоны. Дриозавры. Тейназухи. Думаю, с самым тяжелым мы разобрались. Теперь давайте я вам наглядно покажу основные все эти места на карте с нужными нутриентами. Дикий картофель. Берега рек. Кокосы. Побережье равнины. Манго пестрый апельсин. Джунгли. Крабы. Морские черепахи. Побережье рек. Побережье залива. Агава. Рогатая дыня. Сумах. Засушливые биомы. Кабаны. Кролики. Козы. Олени. Куры. В принципе, все наземные биомы также равнины. Ну, а на этом мы, наверное, с вами закончим. Я думаю, что данный гайд многим новичкам будет особенно полезен. Я думаю, что в данном гайде я рассказал все ясно, кратко и понятно. Ну, что же, если вам понравилось данное видео, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, гайды, стримы и прохождение игры Айл Эврима. Ну, что же, я всем желаю хорошего выживания в этом хоррор мире. Всем пока-пока.